Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тафсир, если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется, Барак Луфикум, новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть, Барак Луфикум, получается, и выучите, и будете знать Тафсир. Субтитры создавал DimaTorzok Лучше него, или же подобно ему. Манан сахминаетин аунунсиха, какой бы аят мы не отменили, или не заставили бы тебя забыть. Вазаликаннальмушрикина, калюинна Мухаммадан, ямур асхабху биамрин, сумма янха гуман. А это по той причине, что многобожники сказали поистине Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, сначала приказывает своим сподвижникам одно, а затем запрещает им это. Или же приказывает им то, что противоречит тому, что он говорил. И все это по причине того, что он говорит все это от себя. Сегодня одни слова говорит. Калюинна Мухаммадан, как сказал Всевышний Аллах, Всевышний Аллах указал на мудрость финнасх, то есть почему был узаконен этот насх би гавиль умма для этой общины. Ваннасху филюхати шайан. Насх с языковым значением имеет два смысла. Ахаду гума бима на тахвиль ваннакль. То есть первый в смысле перенос. Как говорят насх, например, как вот Матксир Аксим, он не переписал из книги в книгу, называется как насаха китаб. То есть когда содержимое одной книги переписывается в другую книгу. Если с таким смыслом посмотреть, то весь Куран является с чем мансухом. Потому что он переписан из хранимой скрижали. То есть в смысле раф отмена. Насах атиш шамфу выль отменила солнце тень. Айзага бадбиги. Ва абталатху. То есть вышла и убрала тень. Фааля хаза якуну бааду Куран насихан ва бааду гумансухан. Исходя из этого, часть Курана будет у тебя отменяющим и часть отмененным. Ва хаза лмурад минал айя. Это и есть смысл аята. А у нунсиха, заставляем тебя забыть. Нунсиха минкальбик. То есть заставляем забыть твое сердце. Ва хыла нунсиха. Также в Тавсире пришло то, что заставляем тебя забыть. То есть приказываю тебе оставить этот аят. То есть говорят арабы. Я заставил тебя забыть что-то, если ты приказал это оставить. Бара Калауфику мы также брали то, что смысл насх у салифов отличается от смысла насха в его истиляхе. То есть он намного шире смысл. Мы говорили, что, допустим, например, конкретизация общего текста тоже имеет у салифов смысл какого? Насха. То есть это очень важно понимать, что отмена насх не обязательно, что ты один убрал, вместо него строго другое поставил. Нет, конкретизация общего аята, конкретизация общего аята, то есть такси сулям, называется у салифов как у салифов называлось? Насхам. Тақиду мутляк, обуславливание необусловленного, назывался уже у салифов насхам, как об этом рассказывал шейх Мохаммад ибн Асалиху аль-Самин. В книге Усуль-Мин-Аль-Усуль. На тебе хайри минга. То есть какой бы аят мы не отменили или не заставили тебя забыть, мы приводим лучший. Ай бима гу анфа лякум. То есть лучше с какой стороны? С той стороны, в чем вам больше пользы? У асхаля лейкум. Или же в чем, что для вам легче? У аксарли аджрикум. Или же то, за что вам больше будет награды. И ля анна ля айя хайру миналь айя. Ля анна ля хайру миналь айя. Не с той стороны, что какой-то аят лучше другого аята. Вот тут можно как бы добавить произношением. Произношением. Ля анна калям Аллахи вахад вахидун вакулли гухай. Потому что слова Аллаха, они все одинаковые, все являются добром. Со стороны чего? Со стороны произношения. И поэтому саллифы говорят, когда Пророк Саласам сказал, не указать ли мне тебе на самый лучший суру. То есть как тогда понять, на самый лучший не со стороны произношения, и это калям Аллах, а со стороны содержания, смысла. И поэтому нет разногласия среди ученых в том, что сура Фатиха лучше, чем сура Аль-Масад. В которой все учения Аллахи говорят, таббат яда абиль габи у масла. С какой? Со стороны маани, со стороны смысла и так далее. Понятно, да? То есть вот эти слова, чтобы мы понимали. Ля анна ая хайру миналь айити минхайсу лавз. Ля анна калям Аллахи вахиду вакулли ухайр минхайсу лавз. Аумитлига или же, то есть подобно ей, то есть в чем, в пользе и награде. Вот это хорошие слова, говорит Амам Багу. Все, что попало под нас, под более легкое, то есть это легче со стороны чего? В практике. А то, что от Мино было легче и стало тяжелее, как, допустим, ураза. Раньше же можно было не поститься, если ты фидья плочь, можно не поститься. А потом Всевышний Аллах всех обязал уразой. То есть это с той стороны, что награды будет за это больше. Разве ты не знаешь о том, что Всевышний Аллах мощен от каждой вещи? А именно нас, то, что Всевышний Аллах мощен отменить какой-то аят, или может заменить что-то? Хоть здесь пришло в форме вопросительного вопроса, «Разве ты не знаешь?» А на самом деле смысл его утверждения. Поистине ты знаешь. То есть, когда даже в русском языке так... Разве ты не знаешь? Или разве ты не знаешь, что я твой отец? Отец сыну говорит, например. Он же знает. Но тут как бы токрир, то есть подтверди. То есть за этим есть какие-то лавазимы, то есть вещи требуемые от этого подтверждения. Разве ты не знаешь о том, что Аллаху принадлежит власть над тем, что в небесах и на земле? И нет вам о собрании неверующих во время снисхождения наказания помимо Всевышнего Аллаха То есть покровитель, имеется в виду, близок, садик, товарищ. То есть вали у тебя два. Либо карибун садик, либо смысл валин, то есть имеет в виду покровитель. Тот, кто управляет делами. То есть тот, кто поможет вам, предотвратив от вас наказание. Ам туридУНА АнТАСАЛУ РАСУЛАКУМ КАМАСУ ИЛЯ МУСА МИН КАБЛЬ «Вам-э-эт-э-бад-д-дал-и-л-ку-ф-ра-бил-ид-э-э-м-ан-и-фа-кад-и-дал-ля-с-а-а-а-с-аб-ил». И сказал дальше, всеущие Аллах говорит, «Эм-туриду-на-антас-алю-расулякум камасу или муса мину-кабль». «Эм-туриду-на-антас-алю-расулякум» или неужели вы хотите спросить вашего посланника, «на-залят фили-ягуд, хай-тукаль, хинакаль». Этот аят был неспослан в отношении иудеев, когда они сказали «я Мухаммад», Мухаммад, и тинаби китабин минас сама, о Мухаммад, или же принеси нам книгу с небес, джумлятан, за один раз, камаутия мусабит таура, как была дана таура Мусе, каля Аллаху тааля, ам ту ридуна, неужели вы желаете яне а ту ридуна фальмим сыля, мим здесь как сыля, вакиля баль ту ридуна, то есть ам бимана баль, однако вы хотите антас алю расуляку Мухаммад попросить посланника вашего Мухаммада, кама суля мусабин кабль, точно так же как попросить. Мухаммад попросили когда-то Мусу, до этого, то есть попросил его, его народ, покажи нам Аллаха воочию, также в тавсире говорится о том, что они однажды спросили посланника Аллаха и сказали, мы не уверуем в тебя, пока не предстанет перед нами Аллах и его ангелы. Точно так же как Мусу в свое время попросил его народ, покажи нам Аллаха воочию. То есть в этих словах запрет им придумывать всякие вопросы после того, когда шли до них явные доводы. И тот, кто меняет неверие за веру, то есть меняет иман на неверие, тот сбился с правильного пути. Ахта, ошибся, у вас этот тариф центральную дорогу, то есть по центральной имеется в виду правильную. Вакиля, казда сабиль или же умеренную путь, сбился с умеренного пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всевышний Аллах им подобного не приказал. Это их произвол. После того, как стала ясной для них истина в их Таурате, То, что слова Мухаммада являются правдивостью, а его религия истинной. То есть отнеситесь к ним снисходительно. Под афу оставление Иисусу Мадху. Стерите, забудьте то, что они делали. Под сафом подразумевается али арат. То есть под снисхождение подразумевается отвернитесь от них. Эти аяты были ли эти приказы до того, как были неспосланы аяты, приказывающие воевать Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам с этими людьми. Пока Всевышний Аллах не придет со своим приказом, Это в этом приказе будет содержаться наказание убийством, пленом, То есть убийство и плен, убийство мужчины из пленни Бану Курайза, в плен попадут их дети и жены, и то, что будут изгнаны Бану Надир. То есть это под словами, пока Всевышний Аллах не придет со своим повелением, под повелением подразумевается приказ Всевышнего Аллаха воевать с ними. Как об этом сказано в другом аяте. Боитесь теми, которые не веруют в Аллах и не веруют в Судный день? И чтобы они были униженными. Заканчивая сегодняшний Аллах этот аят в суре Бакара. Поистине Аллах над каждой вещью мощен. И выстаиваете молитву и выплачиваете закат. То есть то, что вы уготовите для своих душ из добра, под хайром, что подразумевается? Подчинение и праведные дела. Вы это найдете у Всевышнего Аллаха. Также муфасиры говорят. То есть и все, что вы преподнесете из имущества, будь это закат или садака, Вы обязательно найдете у этого Всевышнего Аллаха, даже если ваше садака было в виде каких-то плодов, или же ломтика, или кусочка. И вы увидите все это в размер с гору Ухуд. Поистине Всевышний Аллах видит то, что вы творите. Смотрите внимание, Субханаллах. Да сколько вот удивительны слова Всевышнего Господа, Субханаллах. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаля это добару на Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? Афаля это добару на Кур'ана, амаля кулубин акфалуха.